Тюменские школьники Эти письма, как и те, что почтальоны доставляли в годы войны, свернуты треугольником. В школах было строго, негде было взять. Война есть, война. Посылали посылки. Я помню, поручил, варежки получил. Это было приятно. Тоже девочки какие-то, школа сами вязали, хорошие такие. А они мне были малые. Я их все равно в кармане носил. Вот такими трогательными воспоминаниями и моментами наполнены эти майские дни. Ну а еще поздравлениями. Необычными, кстати. Например, росгвардейцы устраивают для участников Великой Отечественной войны парады у дома. Военные песни исполнили и для ветерана Веры Мариной. Она со слезами и на глазах подпевала артистам. За индивидуальным парадом наблюдал весь двор и наша съемочная группа. Только война началась, нас немец занял. Шесть месяцев стоял немец. Расстреляли, согнали нас всех на площадь. Расстреляли 172 семьи евреев. Выгнали осенью, он за шесть месяцев, весною выгнали его. И нас призвали в управление внутренних войск. Память уже не та, но то, что было пережито в военные годы, Вера Марина не забыла. Столько жертв во имя победы, столько боли и страданий. Принимая поздравления, ветерану хочется улыбнуться. Но от воспоминаний наворачиваются слезы. Она всегда говорит, я когда шла на войну, я не хотела идти, я плакала, я боялась. Очень боялась. А теперь, говорит, понимаю и до сих пор даже говорит, ну за что мне такое счастье. То есть она считает, что жизнь у нее тяжелая, но счастливая все-таки. К сожалению, что в таком формате, несмотря ни на что, данная дата, она не стала менее значима. Она не стала менее величественна для всего российского народа. Самое главное сегодня сохранить их здоровье и жизнь. Я очень горжусь своей мамой и желаю ей здоровья, счастья и долгих лет. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Дай Бог всем здоровья и долголетия. Пусть живут и радуются. Войны нету. И надо так, чтобы ее не было. Пусть живут и радуются.